Владимир Пономаренко работает учителем совсем недавно, три года, но жире конкурса поразил своим необычным подходом к обучению детей математики. Чтобы увлечь учеников точной наукой с ее сухими законами, Владимир Николаевич использует приемы эффективной рекламы. Прием, я его называю кнопкой, кто крючок, то есть прием, который завлекает детей, увлекает в процесс решения. Я привожу много примеров, но один из таких ярких, это пример про квадрокоптер, который летает у нас по классу, мы пытаемся найти координаты точек, это очень интересно. Роботы помогают получать пятерки не только по математике, но и по физике. Воспитанники педагога по робототехнике Сергея Сергеева постоянно хвастаются хорошими отметками в школе. Навыки и умения, которые развивают занятия с такой сложной техникой, учат правильно мыслить, уверен лауреат конкурса педагогов дополнительного образования. Там учат конкретности мышления, в первую очередь, аккуратности в мыслях, то есть нельзя разбрасываться мыслями, вот он пойдет налево-направо, а надо конкретно давать команду, что это двигатель, такие обороты, это другой. То есть там правильности, аккуратности и конкретности мышления. Лидеры образования 2017 – это сразу несколько конкурсов профессионального мастерства педагогов. Это и учитель года, и воспитатель, и классный руководитель. Победителей в каждом конкурсе торжественно награждают сегодня в ДК железнодорожников. Если ты работаешь в образовании, то ты уже по определению лидер. Потому что не может быть учителем человек, который не является первым, который не ведет за собой, которому не доверяют, и который не ставит все новые и новые ступени не только перед собой, но и перед своей аудиторией, перед своими учениками. Небольшая передышка и снова в бой. Лауреаты городского этапа конкурса «Лидеры образования» получают возможность участвовать в областном конкурсе. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События.